Вот сзади вот, кто это? Мужчина, женщина. Не вижу уже. Вы, да? Если человек живет высоко, восьмой этаж и выше, как ему нейтрализовать вот это действие? Первое, надо успокоиться, все нормально. Надо думать, что все, надо прыгать с восьмого этажа, как бы. Не надо так думать, все нормально. А нейтрализовать больше бывает на улице, раз. Второе, можно даже, допустим, ноги, допустим, ты сидишь где-то, ноги в земельку ставить. У тебя на тонком, на психическом плане контакт с землей идет, ты расслабляешься. То есть есть грубый план, когда ты на землю встал, а есть просто память. Вот, допустим, ты ноги на землю поставил, на лесную землю, у тебя память об этом есть. Мы сейчас даже такой метод лечения сделали, сделали янтарные такие стельки. Ну, то есть, как бы коробочки такие, там янтарь насыпан, человек ножками туда встает, и у него с камнем как бы контакт идет, и он как с землей контактирует, такой эффект. Ну, то есть, вот это метод. В ваннах часто лежать в ванне с водой, допустим, вечером теплая ванна с водой, для того, чтобы контакт с водой произошел, с землей, он тоже усиливается. Стихия воды и земли, они похожи, они расслабляют человека. И самое главное, вот лекции много про любовь, про то, как служить друг другу, как гармония, забота, прощение, терпение. Я столько всего говорил, и вы. Восьмой этаж. Вы понимаете, то есть, вы услышали то, что нужно, да, чтобы с ума сойти. Восьмой этаж. Ну, то есть, понимаете, как бы надо пытаться наоборот жить. То есть, надо стараться больше взять того, что счастье приносит, и поменьше обращать внимание на то, что несчастье приносит. У меня разница больше десяти лет. Все. Ну, то есть, понимаете, это значит, что неправильное мышление просто. На негатив, как бы очень сильно, склонность на негатив. Я вот на девятом этаже прожил с детства. Все детство на девятом этаже. Ничего, нормально, живой. Продолжение следует... Продолжение следует...